Итак, меня зовут Таня Василькова. Я не буду вам рассказывать о том, кто я и что я, потому что сегодня не важно это. Сегодня важны вы. И даже не столько важны ваши дети, а реально важны родители, которые сегодня в этом зале. Итак, поверьте, вас единицы, вас со всего могу собирали как алмазы тем, кто готов снять маску, распахнуть дверь своего дома, окна своего дома и открыто и свободно говорить о том, о чем мы сегодня говорим. И я хочу третье аплодисменты поставить вам. Я призываю вас к диалогу. Я буду задавать вопросы. Пожалуйста. Если у вас в голове есть ответ, давайте мы не будем стесняться. Вы просто будете его так же громко, как я вначале продемонстрировала, выкрикивать. Потому что вы много сейчас слушали, и вы много получили ответов на свои вопросы. Но вы пришли сюда не за тем, чтобы мы вам рассказали, как жить, а за тем, чтобы вы сами поняли, как двигаться дальше. Скажите мне, пожалуйста, что такое родительское выгорание. Одно-два слова. Как это еще можно заменить? Ну, помогите нам. Родительское выгорание. Усталость. Усталость. Что еще? Отчаяние. Отчаяние. Депрессия. Депрессия. Одиночество. Тревога. Тревога. Истерика. Истерика. Супер. Ох, это, по-моему, сложно, но это, наверное, как-то устало от всего. Устало от всего. Страхи. Первое. Это такое, это чувство. Беспомощность. Беспомощность. Да, эмоции, причем обычно, это негативные. Это все чувства и эмоции. А что, если я вам скажу, что эти чувства и эмоции, вообще все чувства и эмоции, кто придумывает? Кто их рождает? Чувствует. Мы сами. Мы сами это рождаем. Мы берем ответственность за те чувства, которые мы испытываем. Поэтому, если вам хреново, мы в конце конгресса, можно сказать, что эти слова, где нам нужно прикинуть. Если вам хреново, то это чувство родили вы. Но здесь надо быть искренним и сказать. Я хочу, чтобы мне сейчас было хреново. И мы с этим чувством даем себе возможность помыть в этом состоянии. А если вы себе говорите, так, я так испытываю, но я так не хочу. Вы всегда можете поставить другую пластику, другую письку. И только вы можете поменять эту эмоцию. И никто другой. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами обменялись в диалоге и рассказали. Смотрите. Из-за чего возникает выгорание? Если представить, что мы с вами большая батарейка, то этой батарейке есть заряд. Вот как у нашего телефона iPhone. 100% и 0%. Так вот выгорание сколько процентов? Молодцы. Соответственно, это уровень энергии, который мы с вами сегодня научимся контролировать. Это батарейка, iPhone, чтобы у него было 100%. Мы что делаем? Молодцы. А как вы себя заряжаете? По-разному. Хорошо, что хотя бы есть такие ответы. У кого-то наверняка вообще не понял. Поняли, что спросили, но не поняли, что имели в виду. Давайте с вами подумаем. Куда мы с вами эту энергию сливаем? Какие есть варианты? На что? На паспортный выбор. Может быть, мне тут скажут. Куда уходит энергия? Успокоить ребенка. Успокоить ребенка. На семью уходит энергия. Еще куда? На работу. Наработала. На себя. Вот это такое. Окей, хорошо. На спорку уходит энергия. А тут наоборот уходит на спорку. Смотри, дети чувствуете, у каждого свое. Кто-то в семье тратит энергию, кто-то в семье заряжается. Важно понимать, что у нас у каждого будет свой рецепт. Тратка энергии, свой рецепт получения энергии. Просто сейчас задайте, чтобы каждый услышал и понял, где ваш рецепт непосредственно. Учитывая, что времени мало, я вам чуть-чуть подскажу, что у нас забирает энергия. Первое, самое мощное, что забирает энергия, это понимание, какое чувство, моя вина. Я виновата. И когда, возможно, вы узнали о том, что у вас ребенок особенный, то вы спросили себя, в чем моя вина? Это очень вероятно, что вы еще ответ себе придумали. Вот если вы находитесь в вине, знаете сразу, вы открыли кранчик, куда энергия у вас из базарейки уходит. Будьте добры, сейчас этот кранчик под названием «Вина», на нем прям как написано, «Виноватый дитя». Он сам нужен, да? Мы закрываем этот кранчик. Дальше, еще я вам скажу такую страшную вещь, но очень важную. В психологии чувство вины – это чувство смерти. Виноватые люди, как бы ребенку не нужна виноватая мама. Одна из наибольших, как бы, вероятностей причин сулцида – это как раз-таки очень сильно разное чувство вины. Поэтому, ребята, надо это чувство вины убирать. Причем сейчас то, что я говорю, это относится не только к родителям детей с особенностями. Ведь у вас в семье, возможно, двое-трое детей. И есть дети без особенностей. И эти вещи, они относятся и к родителям, ну, неважно, какого у вас ребенка. Чувство вины присутствует у всех. Мама проработала, домой пришла, чувствую вины. Ох, я мало внимания уделила своему ребенку. То же самое. Закрываем кранчик, я вина. Следующее, что еще – я жертва. За что мне все это? Почему мне это все? Ну, мне вот, естественно, да я вот все ради ребенка. Да я себе-то ничего, я только ему. Если вы живете не в роли хозяйки своей жизни или хозяина своей жизни, а вы живете в роли жертвы, что гордитесь ей, узнаете, бумага открыт кранчик, куда энергия уходит. Следующее, куда мы с вами эту энергию тратим. Если мы живем в обвинениях, это кто-то виноват в том, что я в этой ситуации. А человек обвиняет за час, минимум 10 раз, любой человек. Это уже, как бы, статистика была произведена. Если вы находитесь в претензии, вот, например, к ребенку, это из-за тебя, да, или к мужу, это из-за тебя, я так, ты-то мне вообще не помогаешь, я так все сама. На претензии, обвинения и на оправдания. Но я врагу этого не делась, потому что ребенок у меня такой. Вот если вы находитесь в оправдании, то вы тоже эту энергию убираете из себя. Дальше чувство стыда и боль. Боль есть у всех. И это, возможно, самое главное чувство, которое привелось сегодня вообще и с ним. И, благодаря которому осталась эта конгрессия. Эта боль, о которой мы все молчим. Свою необходимость своего организма выклестивать. Потому что если вы будете жить с болью, если вы будете ее блокировать и прикрываться, типа у меня ее нет, то однажды как раз таки она им вонет. Это очень опасное чувство. Мы все говорим о том, что ребенку нужна любовь. Но любовь и боль, да, и вот как гнев даже, они живут на одной ступени. Если вы у себя заблокировали чувство гнева, да, ну, болит гнев, а его прям рядом что-то, то вы автоматом блокируете и любовь. Почему говорят утро-вечер мудренее? Потому что мы проживем это, мы пережили, время прошло, и потом освободилось место для любви. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот момент, ну, проживали, а как вы можете проживать, если вам должны поговорить, например, несколько. И сумеешь на сегодня есть этот конгресс, потому что мы поговорим, эмоции у нас уйдут, мы немножко расслабимся, как психологический разряд у нас сегодня происходит. И мы можем у нас с вами сегодня освободиться место для любви к нашим детям. Еще нужно тратиться ресурс на борьбу с обществом. Мы насколько хотим либо защититься, либо спрятаться от общества, что мы работаем с обществом, но мы не работаем с ребенком. То есть мы это время и этот энергетический ресурс тратим на это. Должно быть вообще все равно, что подумают другие. Вы всегда как мама за ребенка. Еще что сливает у нас энергию, это ожидание и надежда, и сверх ожидание. Подумайте, я вообще, может быть, сейчас буду говорить какие-то вещи, будут прям коротить, и вам захочется меня закидать помидорами. Можно, но ничего не поменяется. Вы хотя бы послушайте, да, что может быть так. Я не претендуем на какую-то истину. И на то, что нужно делать так, как я говорю, это очень важно. Просто посмотрите, вы для этого пришли, послушайте, что есть такое мнение. Либо вы принимаете, если вам это близко, либо вы просто знаете, что есть такое, но я буду жить по-другому. Это тоже хорошо. И вот это вот сверх ожидание, что мой ребенок обязательно вылечится, или у всех вот так вот не получается, а у меня вот там получится. Очень важно, потому что если вдруг что-то не произойдет, вы будете претензии к себе, к своему ребенку. То есть надо быть как бы адекватным в этом направлении. И еще у нас выбирает энергию, это сравнение. Что мы делаем все время? Сравниваем. У них-то вон такой ребенок, а у меня-то вот такой ребенок, а я-то вот такая, а у той-то вон такое платишко. И вот это все сравнение, они мешают нам жить. Но мы с вами здесь собрались для того, чтобы поговорить о том, как энергию себе, то есть куда мы на ее тратим. Понятно. Хочется узнать, как ее наполнять, чтобы у вас каждый день это батареечко. Ну, в байфоне понятно, включив розетку, и все само произойдет. А у вас где эта розетка находится? Кому интересно узнать, как возвращать энергию? Всем. Все, вы еще здесь, со мной. Спасибо. Первое. Это расставить приоритеты. Кто у вас, ваших жизненных приоритетов на первом месте? У меня семья. Семья. У тебя? У молодец. Семья. Так, у кого еще какие варианты по приоритетам на первом месте? Вот встали, а у муны первое. Дети. Дети. Так. Маму. Папа. Да, я себе думаю. Так, правильная ответность, как это? Что бы никогда? Внимание. Не знаю, вот есть такая передача. Супер, мы друг другу понимаем. Правильный ответ. На первом месте должны быть вы. Всегда вы. Знаете, как в самолете говорят? В случае чрезвычайной ситуации одень маску на себя, потом одень маску на ребенка. Если вы не присутстви, если вы несчастливы, если вы живете в роли жертвы, все для ребенка, а если ребенок на первом месте, то тут не надо далеко ходить. Вы точно живете в роли жертвы. То ребенок будет. А дети наши зеркала, они будут такими же. Вспомните, когда вы в последний раз говорили ребенку, что очень после ночи я сейчас счастлива. А как часто вы говорите? А кто научил детей быть счастливыми? Мы их учим сама, вскручиваем, читаем, писаем. А как научим детей быть счастливыми? А не все хотите, чтобы они были счастливыми? Эти могут быть счастливыми. Если мы показываем примеры, говорим о том, что я сегодня была на конгрессе, и там был такой вот один момент, и я себя почувствовала счастливой. И ребенок даже иногда не смешивает это слово «чувство». А что такое? Вообще его типа нет. Мы только с днём рождения на Новый год. Это было другого. А как нет? И если вы выйдете из этого зала и начнете с детям говорить о тех моментах, когда вы счастливы, ваша жизнь и ваше отношение с детьми и жизнь ребенка сменится очень кардинально только от одного этого действия. На втором месте, не буду рассказывать, кто должен быть, на первом – вы. Там вот долгая история. Ребенок на третьем. Вот, разгадывайте загадку. На втором, конечно, партнер. Но как? Второе. Как мы делаем, даже не второй, фокус на себе? Вам нужно понять, что вас наполняет. Может быть, танцы, музыка, изучение какого-то языка, путешествие. Но где, после чего вы, как бы, стало хорошо? Вот подумайте, если по десятибалльной швале от нуля до десяти сейчас оценить ваш уровень энергии, сколько он у вас танцы трудового дня нашего? Шесть. Что такое? Три уже, да? Уже так подкручиваем. Десять. Кто-то поглядился, да, энергию хорошо, кто-то потускал. Смотрите, если ваш уровень энергии меньше пяти, вы не то, что для ребенка опасный родитель. Вы для общества опасный человек. Потому что в случае экстренной ситуации мы начинаем кричать, беситься, длиться, и на детей, и на наших мы срываемся, и детей наших мы наказываем, а потом чувство вины. Почему я сорвалась? А потому что энергии не хватило. Поэтому, если вы чувствуете, что за мной идете на пятерочке, вы сначала с тобой займитесь, с подружкой потрячите, пофе попейте, да, любите потом только к ребенку. Еще важный момент, важный момент, что мы сегодня много говорим о том, что надо детей любить, и что им больше ничего не нужно, кроме нашей любви. А что это такое, любить ребенка? А как это? То, что мы его сводили на занятия этой любовью? То, что мы его покормили, это любовь? То, что мы его воспитываем, это любовь? Это очень тонкое понятие, что на самом деле ребенок воспринимает как любовь, как мама и папа. Отношение тоже. Общаться. Вот это заниматься. Заниматься с ребенком этой любовью? Нет, нет, нет. Воспитывать. Учиться с ребенком, поддерживать, делиться положительными эмоциями, учить всему, любить. Вообще как? Делять время. Уделять внимание, время. Об общем-то заниматься. Супер. 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 Для меня любовь к ребенку это принятие. Каким-то более есть. Угу. 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 Увидуально, да? Увидуально, да? То есть, у кого что-то будет. Смотрите, все правильно говорите. Смотрите, так, чтобы прям совсем, как-то, как десятку попасть. Ребенку на самом деле в день достаточно, как вы думаете, сколько времени? Часа, минута. Ну, погадайте. Пять минут. Пять минут. О, пять минут мне нравится, но могу сказать. Супер. Супер. Понятно. Ребенку достаточно в день 15 минут. Но. Есть но. 15 минут. Сто процентного внимания нет. Это когда вы не реагируете ни на звонок в дверь, ни на телефоны звонок, когда вы не думаете о борщах, когда вы не думаете еще накормить мужа, когда вы не думаете, что там сказал начальник. И вы не садитесь, ой, давай мы с тобой позанимаемся. То, что вы хотите делать. Вы делаете 15 минут то, что хочет делать ребенок. Его музыки, его компьютерные игры, его рисование, я не знаю, его лежание на диване. То, что он хочет 15 минут. Если вдруг у вас закралась мысль о чем-то своем, начинаем сначала. Но, поверьте, если вы будете 15 минут прямо в ребенке, он просто ему даже надо, не надо. 15 минут. Он в какой-то момент как все? Он наполнился. Он просто, знаете, как сосуд. Он наполняется. У него уже эта любовь в вашу человек в душе и лезет. И он сразу говорит, мама, ну все, я пошел и идем в свои дела-то сниматься. Для того, чтобы вам было что-то передать ребенку в качестве любви, вы это можете сделать, если вы эту любовь получили. Понимаете? Как вы думаете, от кого вы можете получить эту любовь? От родителей. Если бы наш айфон заряжался сам собой. Любой человек на этой планете может в достаточной мере передать ребенку, только если он в достаточной мере получил от мамы и от папы. Поэтому, если вы понимаете, что вам не хватает ресурса, то тогда разворачиваемся к своим родителям и идем к ним. Это отдельная история. Для кого много что интересно, вдруг вам соскучно, что я говорю, я завтра в Хаяте веду 4-часовой мастер-класс для родителей на тело 5 ошибок воспитания, которые не позволят детям стать счастливыми и успешными. Поэтому, когда мы сейчас закончим, вам будет возможность завтра со мной продолжить общение. Уход в свободный, уход в свободный, уход в правду уже полный запись, но я думаю, что с этого конкретного проведем. Если у вас натянутые или не такие теплые и ласковые отношения с родителями, вам правда будет лично передача ребенка. Что такое правильное отношение? Это когда вы можете прийти к маме, сесть к ней на ручки, можно я вот, понимаете, к маме своей, положить на нее ручки и просто молча посидеть. Вам хватит, правда, двух минут любви мамы. Но если ваши отношения уже не позволяют сделать, тогда почему вы решили, что у вас в вашем будущем будет по-другому? Вы все точно так же отзеркалите, и ваш ребенок, когда вырастет, так же не сможет сесть к вам на ручки, потому что вы не могли позволить это сделать сейчас со своей мамой. Он даже не видел этой картинки. Я хочу вам показать один ролик, прежде чем я вам покажу буквально три минуты отрывок из фильма. Две вещи хочу еще сказать. Пусть, знаете, в голове осядет. Ребенку будет хорошо, когда хорошо родителю. Если у родителя плохо, то у ребенка плохо, потому что у нас очень тесная взаимосвязь. Пуповина хоть и разрезана, но она не разрезана. И еще проблема в том, что мы не говорим о чутках. Мы не говорим, например. Вы хоть раз говорили, если ты говорили ребенку, слушай, ты мне вот сейчас что-то такое сказал, мне больно было это услышать. Или ты знаешь, ты меня сейчас разозлил. И не только в общении с ребенком, но и в общении с собой. Я недавно общалась с одной мамой, у нее ребенок как раз таки аутичный. Правильно я сказала, сейчас у нас так он сейчас говорит. Так вот, она говорит, первое время я ходила как живой друг. Потому что я все эмоции держала в себе. И мне даже поговорить было место. Я просто все блокировала и понимала, что мне надо зачем-то встать, когда отойти что-то. Ну, в состоянии такого шока. Поэтому очень важно, что сегодня проходит это как конгресс. Мы можем подружиться с кем-то, мы можем теперь с кем-то поговорить. Мы можем выдохнуть, правда. И пообщаться на эту тему. Потому что мы не одиноки. Вы же помните только, что мы одиноки, если мы столкнулись с выгоранием. Мы сегодня с вами не одиноки. Я хочу вам показать сейчас ролик, после чего я задам один вопрос. Почему вы думаете в рамках конгресса и в рамках сегодняшней вот этой темы, родительского выгорания, я решила вам показать этот трехминутный ролик. Можно нам так? Спасибо большое. Внимание на экран. Та, мать, я знаю. Хватит! Не ведая на бестрое. У нас нет времени плакать. Никто не будет тебя жалеть лишь за то, что ты следуешь. Так что он переследов. Та, мать, я знаю. Ошибёшься впервые, я тебе помогу. Но дальше придётся воткутываться со мамой. Так уж и срок дошли. Ой, мама! Мама! Помоги! Мама! Помоги! Мама! Я без тебя не могу! Я здесь не справлюсь! Мама! На помощь! Мама! Малетри Мам! Малетри 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 Продолжение следует... 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 Как только мы начинаем все жалеть, знаете, что происходит даже у детей безособности? Это называется дети уклонисты. Тех детей, которые слишком сильно жалеют родители, они уклоняются, они начинают ничего не делать. И когда надо, давайте, сделать домашнее задание в школе, они... Ой, мам, что-то живот заболело, что-то головой, как-то лягу немножечко. И это называется уклонение, поэтому жалость дана. Когда ребенок в первый раз отходит в детский сад, вы когда-нибудь видели, как это происходит? Я тебя заберу, ты не переживай. Я сейчас вот отойду после работы, и ребенок сидит и думает, господи, куда меня... Ну, вас бы другому дома этого попросил, мой господи. Куда меня отправили? Что это за страшное место? Тут тоже точно что-то стремное, раз мама так переживает. Все вот эту вот, да, нервозность мама чувствует. Хорошо, еще какие идеи? Маска, ты в каких-то сезонах счастлива? Да, счастлива. Она действительно счастлива, потому что она видит... Ну, я сегодня слышала, что очень многие мамы уже дошли до этого состояния. Это большая работа, большая трансформация. Правильно, если вы так сказали, да? От того, какая вы были там 5 лет назад и какая сейчас. Чтобы дойти до этого состояния мамы, вы хотя бы тот, кто еще на пути... Вы хотя бы видите, как бы итог, да? Когда можно быть счастливым от того, что даже особенный ребенок у нас сделает новый какой-то шаг в своей жизни. И это важно. И вообще, на самом деле, мы с этого начали. Вот, Татьяна с этого начала конкретить. Все в наших головах. Это мы поделили. Особенный, не особенный. Это государство поделило одно, второе, третье. Вот просто представить, что все люди с двумя ногами, с двумя руками, с хвостом. Ну, давайте по-каказируем. Хвост, как офисьян, он является третьей ногой. Посмотрите на себя. У вас есть хвосты? Нет. Как вы себя... И что, вы теперь как-то немножко... Вы все можете сочетать. Все мы можем это делать. Это все, как бы, эти вот ограничения в головах наших. Вот эти вот правила, вот эти запреты, это норма, это не норма. Сами себе придумали, и теперь мы все, создали эту проблему, мы живем. Те родители, которые способны подняться над этим уровнем, над этими моральными устойами, да, над этим менталитетом, над нейтальностью, то тогда начинаются очень близкие отношения. Потому что как только мы делаем шаг к особенному ребенку, мы начинаем к нему относиться по-другому, он именно в этот момент, как бы, мама первая, кто напомнит о том, о том, что он особенный, понимаете. А вот так, мы слышали сегодня, не хочет, он хочет, к нему относились, как к... Мы сейчас это видели в кадрах, как просто к человеку, просто, ну, не знаю, один короткий, другой длинный, один пошел в шаблон, да. Ну, вернемся к началу нашего, как бы, раз в другой не пошел в шаблон, да, вот, кто-то спокойно пошел в спролит тело, через этот шаблон и так далее. Я очень хочу, чтобы наши дети, все, в России, в Бонжаре, в России, в Швеции, в США, в Англии, на всей планете, независимо от того, какие они были, вы решали. И я точно знаю, что вы, чтобы у вас все суббины, я бы немножко ударил, так, ну, вы самые лучшие родители для своих детей. Именно вы. Именно то, как вы воспитываете. И других вам абсолютно не нужно. И вот сегодня вы пришли, и это классно. И я очень, я просто уверена в этом, что вы получите этот заряд энергии драйва, для того, чтобы вернуться в сенью и уже с энергией разбираться, потому что, когда нет энергии, мы начинаем на ребенка кричать. Давайте честно, кто кричит на детей? Святые, думаю, у нас сидят, конечно. Ну, сразу оправдания в ваши не засовывают. Да кричи на, а кто бы на детей? Мы на муж прикрепнем, и на маму прикрепнем. Все как надо. Хотите, я вам маленький секрет, я вам расскажу, как можно кричать на детей? Я вам разрешаю кричать на детей. Смотрите, как мы обычно на них кричим. Можно я сломаюсь? Обычно мы на них кричим. Пофиг мой, я принесли, подолжен мне помочь. Так, возвращаемся. С позиции сверху. Мы же выше, а не маленькие. И на них кричит. Ну, монстр, блин, потому что он большой. А этот человек тот, любимый, дорогой человек, мама. И вот, когда она так кричит, то, конечно, ребенку жутко просто становится. Потому что, ну, вам как вот сидит все тут? Вот эмоции сейчас можно как бы почувствовать, да? А вы, эмоции, вы не можете не кричать. Вы человек, вас как бы, ну, эмоция пошла. Это хорошо. Вам надо выяснить. Это тоже хорошо. Могу вам помочь. Значит, чтобы кричать на ребенка, нужно сделать следующее. И хоть откричитесь. Громче всех, кто вас слышали, все соседи. Но делайте это вот так. Вы это делаете лежа. И вот там, когда вы понизили положение по отношению к ребенку, если вы будете кричать, для него это не будет стресса. Это даже будет неким фаном. Пока вы будете ложиться, уже передумайте кричать. И потом точно не будет чувствовать вины. И выгорание не будет. Понимаете, что вина, она так пройдет. Я хочу посмотреть, какие у нас вопросы. Отправляйте свои вопросы. Пока вы отправляете.